Город будущего. Над этим определением бьются футурологи, кинематографисты, дизайнеры и ученые. На самом же деле, каким быть городу будущего, определяют сами горожане. Более 1200 человек – представители городской и областной власти, промышленных предприятий и организаций, учреждений образования и культуры, десятки признанных экспертов регионального и федерального уровней. Все это о пятом международном форуме «Город будущего». Он прошел в Тольятти с 6 по 8 декабря. Организаторы – администрация Тольятти, агентство экономического развития Тольятти, правительство Самарской области. На форуме «Город будущего» традиционно много внимания уделяется формированию комфортной городской среды. Облик города уже меняет реализация федеральной программы формирования комфортной городской среды. В апреле 2018 года Тольятти был включен Министерством строительства Российской Федерации в перечень 20 городов-пилотов для реализации проекта «Умный город». Участие в нем – новый уровень инфраструктуры городской среды, инвестиционная привлекательность территории, обеспечение комфорта населения. «Пять городов в России приняли в сообщество «Умных городов», которое мы на Сколково получили как раз сертификат о включении в это сообщество. Поэтому в этом направлении конкретные проекты есть. Они уже частично в городе реализованы. Мы тоже на этом форуме будем говорить в том числе и об этом. Поэтому целый раздел выставки и блок мероприятий мы отводим именно «Умному городу». Огромную площадку или большую площадку, доля времени и территории мы отводим под агломерацию. Поэтому это очень важно для развития будущего Тольятти. Это больше нужно, конечно, Тольятти. Но это взаимный процесс как раз развития Самары. И Самара-Тольяттиская агломерация в приоритетах. Поэтому здесь будет обсуждаться на площадках форума, в том числе и эта программа». В течение трех дней форума «Город будущего» состоялось 12 стратегических и тематических сессий. Пленарные заседания, дискуссии, публичные слушания. Стратегическая сессия «Умный город Тольятти. Технологии для устойчивого развития. Создание комфортной и безопасной городской среды» стала стартом открытого диалога настоящих и потенциальных агентов изменений. «Сегодня на форуме в течение вот этих трех дней мы как раз и должны обсудить приоритетные направления, которые бы действительно характеризовали современный, прогрессивный и умный город Тольятти как город, который движется в нужном направлении, который соответствует целям и задачам, которые действительно выполнят в том числе и показатели национальных проектов, принятые майскими указами президента. Но прежде всего, конечно же, мы должны принять решения, которые еще больше будут способствовать тому, чтобы наши жители считали наш город уютным для проживания». В ходе стратегической и тематических сессий первого дня на площадках форума «Город будущего» активное участие принимали первые лица города – чиновники, представители общественных организаций и, конечно, представители ТГУ. На форуме велись дискуссии о роли городских сообществ в развитии города, об особенностях социальной сферы Тольятти, а также о государственно-частном партнерстве как механизме привлечения инвестиций. Отметим, что участники разных тематических сессий, не сговариваясь, приходили к выводу, что именно университет играет в развитии города одной из ключевых ролей. Значение опорного Тольяттинского госуниверситета действительно трудно переоценить. Этой осенью Министерство науки и высшего образования Российской Федерации подвело итоги анализа результативности реализации программ развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов Федерации. ТГУ вошел в группу вузов-лидеров, работа которых оценена наиболее высоко. Это говорит о том, что действительно та политика и те внедряемые системы образования в Тольяттинском госуниверситете позволяет ему конкурировать с другими вузами нашей страны, причем неплохо конкурировать. И очень бы хотелось пожелать, чтобы эта тенденция продолжилась, и мы готовы как раз тоже на форуме обсуждать необходимые меры поддержки, что необходимо сделать и в этом направлении, потому что молодежь должна оставаться в нашем городе, получать образование в нашем городе и сжить и работать в нашем городе. Понятно, что есть научно-исследовательские темы, которые в рамках университета выполняются. Это хорошая вузовская наука, которая весьма может быть полезна городу. Но есть еще и так называемые инициативные разработки, которые идут по инициативе вуза, преподавателей, ученого совета, и те, которые происходят из дипломных работ студентов, магистрантов. Из работ, которые выходят на уровень докторских диссертаций. Это фундаментальные исследования, которые во многом могут носить прикладной характер, очень полезный, по полезным и нужным городу темам. В этой части, я думаю, что трудно переоценить роль регионального, местного научного центра, научно-образовательного центра. Закономерным финалом первого дня форума «Город будущего» стала презентация концепции ребрендинга Тольятти ректором ТГУ Михаилом Кришталом и директором Центра урбанистики и стратегического развития территорий Марии Степановой. В своем докладе ректор ТГУ детально представил процесс, который сегодня переживает университет. Программа развития ТГУ направлена на создание новой модели, то есть инновационного предпринимательского цифрового университета, основа которого – система генерации инноваций и подготовки реализующих эти самые инновации команд. Продвигая ТГУ, мы поняли, что мы начинаем продвигать город. И на самом деле, как университет, мы сегодня вполне серьезно смотримся на федеральном уровне. Вот буквально на той неделе стало известно, что мы получили очередной статус федеральной инновационной площадки, куда заявились с проектом «Цифровой университет. Трансформация процессов университета». Цифровая трансформация процессов университета. Мы неплохо смотримся на федеральном уровне, и мы понимаем, что мы, не проигрывая конкуренцию вузов, переходя из третьей группы опорных в первую группу опорных, мы, к сожалению, в целом проигрываем конкуренцию городов. И нам надо делать так, чтобы менялся имидж нашего города. Он уже меняется, меняется в лучшую сторону, и наша задача сделать так, чтобы этот процесс шел быстрее, и чтобы через продвижение города мы продвигали университет. То есть тут цели и задачи совпадают. Продолжая выступление ректора, директор Центра урбанистики и стратегического развития территории Мария Степанова, представила итоги международного воркшопа «Ребрендинг Тольятти», который прошел в ТГУ в ноябре. К этому событию было приковано пристальное внимание со стороны городской власти и общественности. Мария Степанова озвучила предложение многочисленных жителей Тольятти, участников форкшопа, по преобразованию образа города. И некоторые из них тут же на форуме «Город будущего» получили самую горячую поддержку. Например, уже к следующему дню города, в июне 2019 года, наш университет совместно с активными горожанами и администрацией планирует провести большой городской фестиваль с говорящим названием «32-й квартал». Естественно, пройдет новый фест на территории того самого 32-го квартала на улице Революционной. Во второй день форума одним из центральных событий стала стратегическая сессия «Формирование городских агломераций, опыт, проблемы, перспективы развития». Участие в ней принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Самарско-Тольяттинская агломерация на сегодня является крупнейшей нестоличной в России по численности населения, по экономическому потенциалу, по развитости территории. Агломерации рассматриваются как ключевой элемент опорного каркаса России, как точки опережающего роста, концентрирующие экономическую и социокультурную активность. В стратегии Самарской области 2030 мы также опираемся на потенциал Самарско-Тольяттинской агломерации. Сегодня это крупнейшая нестоличная агломерация России. Самарско-Тольяттинская агломерация имеет выгодное транспортно-географическое положение. Вдоль реки Волги на пересечении международных транспортных коридоров Север-Юг и Запад-Восток является значимым в России транспортным узлом. Здесь проживает более 2 миллионов 700 тысяч человек. Это по самым строгим нормативам агломерации. Во второй день форума «Город будущего» внимание вновь было приковано к опыту Тольяттинского государственного университета. Тематическая сессия под несколько провокационным названием «Цифра. Кого вынесут первым» объединила представителей торгово-промышленной палаты, сотрудников IT-предприятий, представителей образовательных организаций. Конечно, компьютеры и отличный интернет – это вовсе не цифровизация. Речь тут идет скорее об автоматизации. Цифровизация – куда более сложный, системный подход. Это, по сути, оцифровка всего. Новая промышленная революция. Технологии больших данных, машинное обучение, роботизация, виртуальные, дополненные реальности и многое другое вторгаются во все, без исключения, сферы жизни. А готов ли наш город к такой тотальной цифровой трансформации? Хотим мы того, не хотим, но через информационно-коммуникационное пространство мы стали частью глобального мира. Часть целая – система, глокализация, то есть ключевые слова, мемы, которые, соответственно, влажатся в основу нашей деятельности. И, по сути, это такое. Мы смотрим, наблюдаем, систематизируем. И это очень важно с точки зрения выживания, целостности как государства, города, территории и каждого человека в отдельности. Тольятти – это очень пассионарный город. Мы понимаем прекрасно, во-первых, из Тольятти огромное количество выходцев в органах власти, в федеральной власти по всей стране. И Тольятти – это город молодой. Он возник одномоментно, он возник как молодежная стройка. У нас есть ряд пассионарных городов, которые влияют на всю страну. Это Екатеринбург, Тольятти, Санкт-Петербург. Это то, что задает как раз мыслы существования нашей страны. Город ведь, смотрите, он физически границы-то имеет, но виртуально, цифрово, границ этих нет. Даже не то, что у города, а у страны. Мы сейчас можем взаимодействовать по любому поводу с кем угодно. И получается, что как не сменить фокус в этой ситуации, тем более градообразующему предприятию, каковым практически уже является или должен стать университетом. И в этом смысле высшее образование будет совершенно иным. Я не специалист в этой теме, я только одно понимаю, что если все меняется, изменится и оно. Может быть, даже опережая другие изменения. Цифровая трансформация города и улучшение здесь качества жизни, решение опять же на основе цифровых технологий, в том числе и экологических проблем, все это вместе может привести к тому, что, и должно привести к тому, что здесь будет интересно жить, работать. Сюда будут приезжать люди, здесь будут оставаться, будет оставаться там молодежь, которая сегодня хочет уехать отсюда. И это позволит здесь аккумулировать мозги, аккумулировать вот то производство в высокотехнологичном секторе, которого нам, может быть, не хватает. Сделать так, чтобы здесь генерировалась IT-продукция, условно говоря, генерировались инновации. Поэтому у меня в голове как-то все это закольцевалось, и я понял, что все это взаимосвязанные вопросы. Развитие города, цифровая трансформация города, развитие IT-сферы – это надо все делать вместе. Стоит напомнить, что опорный Тольяттинский государственный университет включен в перечень организаций, рекомендованных для присвоения статуса федеральной инновационной площадки. Умный университет ТГУ признан как один из значимых инновационно-образовательных проектов в 2018 году и предполагает цифровую трансформацию процессов всего ВУЗа. Решение о включении ТГУ в перечень рекомендованных организаций принято комиссией по вопросам формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования Минпросвещения. Вообще все успешные кейсы развития городов, особенно моногородов, а таких по-разному называю в мире очень много, было за историю даже с последних ста лет, были связаны именно с главенствующей ролью ВУЗов, университетов и их роли в трансформации экономики территории. Поэтому, учитывая, что ТГУ тоже получил статус опорного университета и активно развивается, участвует в региональных программах, то понятно, что его роль достаточно высока и она должна расти с каждым годом, давая возможность городу меняться. Наступило то время, чтобы город Тольятти начал задавать свои тенденции. Мы начали пробовать это делать несколько лет назад, запустив проект Росдистанта. То есть это развитие дистанционного образования, цифрового образования, дистанционного, цифрового современного образования. И за короткое время мы уже сейчас вторым в стране, в этом рынке. Закончился пятый международный форум «Город будущего» публичными слушаниями проекта стратегии социально-экономического развития Тольятти до 2030 года. Отметим, разработка стратегии стартовала еще в феврале текущего года. Научно-исследовательскую часть работы выполнили специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Первые варианты стратегии были представлены общественности и экспертному сообществу дважды минувшим летом. Тогда в адрес разработчиков прозвучало много справедливых замечаний, в том числе и со стороны губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 8 декабря на форуме «Город будущего» был представлен итоговый вариант стратегии. Этот документ, конечно, не догма. Он предполагает некую мобильность, возможность внесения по мере необходимости живых корректив. Сейчас в проекте стратегии определены цели и задачи развития города на долгосрочный период. Основная – обеспечить высокую привлекательность Тольятти как города с экологически здоровой и благоустроенной средой, в котором можно интересно и безопасно жить, в котором каждый житель имеет возможность для самореализации и досуга. Многочисленные замечания были осмыслены разработчиками стратегии. В целом, на публичных слушаниях стратегия социально-экономического развития Тольятти до 2030 года получила поддержку городской общественности и экспертов. Я скажу, что я не поставил сегодня высокую оценку, но по сравнению с тем, что было в августе, это уже как-то приемлемо. Потому что то, что докладывалось в августе, в принципе, принять нельзя было. Очень многое из того, что говорила общественность и из того, что говорил в том числе Толяйский госуниверситет, было услышано и вошло в этот документ. Но если бы не то, что в самом начале озвучил глава города Анташев Сергей Александрович, наверное, и сейчас нельзя было бы его принимать. А он озвучил, что это документ живой, что это не догма, а руководство к действию, что его можно править по ходу. И что самое важное, он сказал, даже тогда, когда мы выдаем техническое задание на формирование стратегии, техническое задание уже устарело. Я больше того скажу, в тот момент, когда стратегия принята, она устарела. Вот если есть такое понимание со стороны главного заказчика, то документ можно принимать. Вот это очень важно. Да, он неплохой документ. Он мог бы быть существенно лучше, но он неплохой документ. Он, по крайней мере, приемлемый с точки зрения его дальнейшего использования. А стратегия, вот этот документ необходим городу. Он необходим городу, в том числе, для участия в различных федеральных программах. Город будущего. Насколько ясвенно проступили его черты сразу после состоявшегося форума. Об этом, конечно, определенно сказать сложно. Есть в книге «Алиса в стране чудес» удивительная фраза. Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, нужно бежать, как минимум, вдвое быстрее. Просто оставаться на месте – это сейчас точно не про Тольятти. Время очень быстро двигаться вперед пришло.